Учитывая события в Белгородской области, возникает вопрос, насколько прочна российская оборона. Что должны были сделать эти группы, так это посеять страх и ужас среди гражданского населения России и создавать у него впечатление, что российское государство не может их защитить, что оно оставляет одних и что это личная неудача Путина. Очевидно, это был манёвр под влечением общественного внимания от событий вокруг Бахмута. Во-первых, припугнуть россиян, заставить их беспокоиться о возможности восстания среди собственного народа. А во-вторых, заставить россиян рассредоточить свои войска, перебросить часть подкреплений в Белгородскую область, в надежде на то, что откроются районы для крупного наступления в течение ближайшего времени. Режим контртеррористической операции в Белгородской области российские власти отменили, объявив проникших в регион диверсантов заблокированными и разгромленными. Среди западных экспертов, похоже, нет однозначного мнения по поводу цели и значения этой акции, которую, по их собственному утверждению, провели бойцы подразделений «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». Немецкий профессор политологии Ханс Хеннинг Шрёдер связывает боестолкновения в Белгородской области с событиями вокруг Бахмута. Есть статистика по количеству статей на определенные темы. И вот мы видим, что за последнюю неделю количество статей о Бахмуте было очень высоким. Затем происходит это нападение на Белгородскую область. Внезапно освещение темы Бахмута падает, а Белгорода растет. Противоположного мнения придерживается Марк Галлиотти, британский политолог, специализирующийся на проблемах безопасности, связанных с Россией. Я не думаю, что простое отвлечение внимания от присвоения Путиным заслуг за взятие Бахмута является достаточной причиной для такого рейда. Он требовал времени для подготовки и должен был совершаться по стратегическим соображениям. В конце концов, мы знаем одно. Украина до сих пор не только побеждала россиян, но и была способна перехитрить их. Они очень хорошо придумывали до сих пор ложные маневры, уловки и психологические операции, чтобы застать россиян врасплох. Я думаю, что именно это мы сейчас и наблюдаем. Британский военный аналитик Фрэнк Лэдвидж не исключает, что операция в Белгородской области в более широком контексте может быть частью подготовки к украинскому контрнаступлению. Я предполагаю, что мы увидим еще целый ряд операций с целью разбалансирования российских сил. Возможно, одна будет на севере, одна на юге. Возможно, даже эта операция в Белгородской области могла бы быть какой-то сопровождающей операцией. Хотя я сомневаюсь, что в этом случае это часть контрнаступления. При этом все опрошенные эксперты не верят, что Украина не имеет к атаке на Белгородскую область никакого отношения, как об этом заявляет Киев. Если эти две группы, или по крайней мере одна из них, зашли в Белгородскую область с украинской территории, то это невозможно сделать без поддержки и защиты украинских вооруженных сил, равно как и вооружение этих групп невозможно без помощи Украины. Украина говорит, что не имеет к этому никакого отношения, и утверждает, что эти российские революционеры купили это оружие в армейских магазинах, пародируя тем самым заявление Путина, когда в феврале 2014 года якобы силы крымской самообороны приехали на российских танках, а Путин сказал, да их можно купить в любом армейском магазине. Также бросается в глаза тот факт, что западные политики фактически не комментировали события в Белгородской области. Когда на вчерашней пресс-конференции после заседания Совета ЕС по обороне Жозеппе Борреля попросили прокомментировать их, он переспросил, а что там в Белграде? Затем он попросил рассказать, что происходит в Белгороде, и после этого заявил, что предпочитает не комментировать то, о чём не проинформирован в достаточной степени, будь то Белград или Белгород. По мнению Ханца Хенинга-Шрёдера, такая реакция свидетельствует о растерянности Запада по поводу этой партизанской вылазки. Для Запада это проблема, потому что НАТО и политики ЕС, и американская политика всегда делали ставку на то, что Украина ведёт только оборонительные действия. Украина отражает нападение России, а не нападает на российскую территорию. Конечно, эта акция происходила при поддержке украинского руководства, и для США и ЕС признать это – это проблема. По-разному западные эксперты расценивают и стратегические возможные последствия подобных боестолкновений на территории России. Вопрос в том, разумно ли это делать в ситуации, когда Украина зависит от поддержки ЕС и США, и в целом Украина намного слабее России, если та объявит полную мобилизацию. Тогда вопрос, действительно ли разумно провоцировать Россию такими вещами, потому что та, в конце концов, может объявить полную мобилизацию населения. В то время, пока россияне, похоже, думают, что эту войну можно выиграть в конечном итоге, просто уничтожив украинские города, украинцы демонстрируют гораздо более сложное представление о том, как вести политическую войну внутри России. И именно поэтому, я думаю, что мы, наверное, увидим ещё много изобретательных и смелых операций. Австрийский эксперт Герхард Мангат также считает, что в будущем мы увидим ещё множество операций, подобных той, которая была проведена в начале этой недели в Белгородской области. Одно из самых ожидаемых событий сейчас анонсированное Украиной – контрнаступление. В Киеве уже не раз давали понять, что начаться оно может в любой момент. Владимир Зеленский заявлял, что для его начала Украина нуждается в дополнительных поставках западного вооружения. Но хватит ли у Киева людских ресурсов для организации масштабного контрнаступления и освобождения хотя бы части оккупированных территорий? В том числе и об этом мой коллега Константин Эггерт говорил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Предлагаем вам посмотреть отрывок из этого интервью. Целый ряд экспертных центров на Западе, Институт изучения войны, например, утверждает, что Украина не может решить все поставленные официально политические военные задачи просто одним рывком, одним наступлением. Потребуется несколько таких компаний. У Украины есть ресурсы, прежде всего людские, для этого? Ну, то, что никто не учитывает, это наша воля. Наша воля к свободе, наша воля к победе. И воля — это то, что вы не можете положить на одну чашу весов. Это вещь, которую вы не можете оценить. Мы будем бороться столько, сколько будет нужно до тех пор, пока мы не станем независимы от Российской Федерации. И ничто нас остановить не может. Ни время, ни отсутствие боеприпасов. Нас ничто на этот раз уже не остановит. Потому что это исторический шанс для нашей страны. В конце концов, стать независимой, доказать, что мы отдельная страна, которая не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Как бы они к нам не прижимались, как бы они там не рассказывали, что мы якобы там братья и многое другое. Мы отдельная нация, мы отдельный народ. Мы будем жить своей собственной жизнью. И сколько будет нужно, столько мы и будем бороться за нашу независимость. Это я понимаю, но вы член высшего руководства Украины. Вы должны рассчитывать ресурсы. Открываем Википедию элементарно и смотрим. Население Украины, население Российской Федерации. Путин, в той степени, в какой он может что-то планировать. Мы сейчас не обсуждаем его, так сказать, качество в этом плане. Путин смотрит на список, что называется, на цифры. Говорит, у меня в четыре раза больше населения страны, чем в Украине. С приблизительно похожим демографическим составом. Обе стороны пожилые, плюс-минус похожие соотношения мужчин и женщин. Схожие. У него в четыре раза больше людей, которых он, очевидно, не жалеет. И просто бросает в топку этой войны. Такого числа людей у Украины нет. И, тем не менее, при всем западном оружии и так далее, не очень ясно, можно ли это компенсировать. Я вот поэтому вас спрашиваю. Просто хватит. Это абсолютно ошибочная математика. И вообще, так считают люди, которые не понимают всю эту ситуацию. Объясните, как она работает. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что вы знаете, мы понимаем, за что мы боремся. А за что борются те миллионы россиян, про которых вы говорите? Чего они хотят? Какая у них задача? Они хотят поработить нас или что? Какая перед ними стоит задача? Забрать нашу территорию? Забрать Киев? Вот что они хотят. Какие они ставят перед собой задачи? Это довольно просто. Они хотят воссоздания Российской империи, как они там себе заявили, в тех пределах, в которых она была там в какие-то времена. Они придумали себе свою собственную историю. Они придумали себе собственные процессы, которые никогда не происходили на этих территориях. И они сейчас считают, что за это они будут бороться и умирать. Мы их будем убирать с нашей земли до тех пор, пока не освободим последний квадратный метр наших территорий. И так будет. Здесь вопрос не о помощи. Это только вопрос времени. Сколько у нас на это уйдет времени? Время – это единственный вопрос, который у нас есть на сегодняшний день. Но борьба за нашу свободу, она не будет лимитирована во времени. Сколько надо, столько мы и будем бороться. Сколько требуем, и сколько будем мы бороться. На фоне событий в Белгородской области на второй план отошлась ситуация вокруг Бахмута. Несколько дней назад основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что его наемники установили контроль над городом. При этом на протяжении последних недель Пригожин несколько раз, в том числе с использованием массы грубых слов, атаковал военное руководство России, включая министра обороны Сергей Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, руководящего и боевыми действиями России в Украине. Сегодня Пригожин вновь появился в медийном пространстве, с вызвавшим резонанс большим интервью. Предлагаем вам посмотреть небольшой отрывок без ненормативной лексики, чтобы вы могли составить себе впечатление. Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже времена, путаются изюм, красный лиман. И как-то у нас все вот не складывается. Как оценивает это интервью Пригожина и сложившуюся ситуацию, известный российский политолог Кирилл Рогов. Вот что он ранее рассказал в беседе с нашими коллегами из программы ДВНовости шоу. Мода, которую ввел действительно Пригожин и его военкоры. И это есть некоторый такой раскол, да, между раскол партии войны, партии войны в России на партию там истинной войны и неистинной войны, да, недостаточными сторонниками войны. При этом истинные сторонники войны восприняли риторику Пригожина, которые как бы они объявляют, обвиняют во всех неудачах военную бюрократию, связанную с Министерством обороны и противопоставляют ей такой народный военный дух. Но при этом интересно действительно, что в Пригожинском исполнении, это было в последних его интервью и довольно ясно видно, есть представление о том, что эта война не может закончиться для России победой, о чем, в общем, что довольно ясно звучит в его словах. И это распространяющееся представление, оно такое, ну, оказывается достаточно фундаментальным даже для элиты, даже для провоенных элит в России, что довольно удивительно. Но по ходу дела действительно он формирует несколько иную концепцию, несколько иной взгляд на войну. В частности, этот взгляд как бы продвигает тему, что все-таки война была ошибкой, и из этой ошибки надо как-то вылезать, что кончится она победой не может. Украинская армия очень сильная, вторая по численности по силе в мире после армии Вагнера. И что, в общем, надо с этим заканчивать, он как этого не говорит, но это как бы вытекает из той картинки, которую он рисует. Он рассказывает в своем вчерашнем интервью людям, что вот надо приготовиться, война будет очень трудной, многих убьют, надо будет затянуть пояса, от всего отказаться. И хотя в конце победы не будет, все равно мы вот будем так жить. Естественно, он как бы предлагает людям сделать выводы, что это, в общем, никому не нужно. Но по всей видимости, как это и раньше мне казалось, и я это комментировал, как бы главный месседжь Пригожина, с которым он выступает уже много месяцев, с декабря примерно, в публичном пространстве с декабря 22-го года, это то, что во всем виновата Министерство обороны, которое предает фронт, и поэтому у нас все не слава богу. Ну и еще во вчерашнем интервью мы услышали, что в отличие от плохого Министерства обороны, есть там хорошее ФСБ, которое, например, подготовило крымскую операцию и прекрасно провела. То есть это такая борьба за назначение виновного в неудачах, и Пригожин находится на ее передовой и назначает виновными военных, отмазывая ФСБ.